всем привет мои друзья приехали на дачу но уже поздно уже половина десятого а то и без 15 10 поздно вот там вот такой прекрасный закат красота конечно не знаю увидите не увидите у меня живучка расцвела фиолетовым расцвели ирисы фиолетовым вот там дима идет красота конечно покажу вам все с утра а сейчас мы будем разбираться и ложится спать вот иду с баксиком гулять послала меня мама сейчас баксин тут бегает нам очень бегаешь тут вот так он бегает идем гулять занимаюсь разбираю полку верхнюю и нижнюю мне надо разобрать разберу вам обязательно покажу ну и вообще себе так тоже интересно потом будет зимой посмотреть разбираюсь здесь у меня крупа купила я вот такую корзиночку мне очень нравится фикс прайсе обязательно такую корзиночку буду что-нибудь интересненько не интересненько а всякие приправки меня всякие здесь приправки я сейчас вам скажу это приправа универсальная кстати девочки очень вкусная я ее покупала давно уже конечно давно на фикс прайсе очень хорошая она уже заканчиваете досыплю завтрашний шашлык и убирать эту баночку а так всякие всякие приправки всякий вот перец черный горошком для засолки всякие всякие у меня здесь приправки вот такой перец молотый и всяких всяких много укропчики всякие для макарон приправка но разберусь поставлю хочу в эту корзиночку поставить все аккуратненько сложить и все сделать помните кто смотрит мои видео это у меня дима ездил в сочи том году привез вот такую бутылочку под масло и вот такая бутылочка с маслом у меня стоит здесь вот такая кухонка это мой любимый чайничек даже не мой любимый а наш дочка мы любим травки заваривать уже долгое время тоже когда-то покупали фикс прайсе очень хороший чайничек вот и вот так потихонечку вот этот полчик тоже не убирала надо будет разбирать турку мне привез дима из сочи вот такая красота вот такая красота и сочи все стоит все надо потихоньку разбирать детки закончили учиться и теперь мы будем на даче и будет каждодневное ежедневное видео чем я занимаюсь приходите ко мне в гости я буду всем рада вот и буду снимать чем я занимаюсь завтра посмотрим помидорчики я их высадила в теплицу замульчировала всем вам покажу и расскажу огурцы буду завтра рассаживать баклажаны и всего-всего-всего будет много аккуратно так все сложилось смотрите как все вместилось все аккуратненько все по местам стоит все отлично очень удобные контейнера вообще классно мне нравится а еще мне нравится вот такая штука мы с дочка покупали не помню точно где уже для чая мы очень любим чай заваривать чуть-чуть вот такого добавлять и всяких разнообразных травок очень люблю часть травками с дочкой и вот такую штучку очень удобно я вот хочу в квартиру себе такую но вот нигде не найду уже несколько лет очень удобно очень открывается закрывается прям вообще классно и нигде такой больше не вижу они к одно время по продавались фикс прайсе что-то наподобие вот такой но что-то я давно не вижу увижу обязательно домой такой куплю ну все буду расставлять вот перемыла полку все расставила вот там крупы мука соль и воде специи и смотрите как освободилась полочка вообще красота порядок везде на эту полочку поставила и сейчас поставлю бокала перемыла бокала это бокал моей мамы моя мама вот такие бокалы с розочками вот такие бокалы она привозила из латвии из латвии допама где мама из латвии или из литвы их привозила и из латвии до из латвии вот такие бокалы с розочками такие красиво у нас еще есть два бокала большие они темные тоже в наборе было 6 штук но осталось всего лишь два а вот эти бокалы поменьше и они светлые с розами в латвии она их покупала с папой привозили вот у нас остались это моя мама вот такие рюмочки я их тоже помыла все протерла натерла все прозрачные красиво как будто новенькие вот такие рюмочки но не наверно всех были 80 и 90 года вот такие рюмочки вот такие еще их осталось тоже три штучки они наверное все были вот но вот эти бокалы вот я больше таких нигде не видела ни у кого нигде она привозила их из-за границы ну как бы тогда это было не граница они с папой отдыхали ездили по странам вот именно латвийские вот такие бокал бокалы очень красиво это память моя мама подружка мне подарила вот такого прекрасного ангелочка стоит у меня второй год наташа моя подружка вот такой красивый сейчас на этой полочке расставлю и покажу а вот здесь у меня девочки вот этот букетик лаванда не собирала в том году со своей лавандой ален очки обещала леносик не получилось у меня затопило нас не получилось лавандую копать я обязательно ее покажу тебе половина сухая половина вроде пошла из-за того что затопило дожди вымола корни и обязательно откопаю и отошли у тебя вот это с моей лаванды она так цвела ароматно пахнет аромат я вам конечно могу передать ночь вкусно пахнет а это вербочка в этом году мы снимаем покупали вербочку поставили дома длинные веточки такие красивые на нас квартире стоит а это вот на даче с того года вот такая прелестная их поставлю вместе сейчас оформлю и обязательно вам покажу ну вот такая красота здесь получилось вот так более-менее расставила и вроде на полочке неплохо смотрится бак сайт привет привет мой хороший ты спать лёг ты спать лёг нагулялся прелестный пёс ты спать лёг и будет лёг своей чашки своей кровати одеялку забыли но принеси ему из машины ты моя хороший собак я тебя очень люблю ты мой малыш ты мой малыш ты мой малыш мой ребеночек халёсе спи спокойно очень мой хорош куда куда искать и куда искать и мы вам важны сейчас вышла на веранду и вот это все мне еще высаживать это перчики острые смотрите какие большие все не было времени высадить они уже все-все смотрите цветут видите все-все цветут и вот это все вот ложки пусты которые я посадила и вот это еще все мне досаживать не считая того что дома еще находится хвост и потому смотри с моей подружкой купили как же называть забыла забыла скажу я скажу кому интересно а называется она манжетка манжетка такое растение она во-первых красиво цветет и не только вот из-за красоты у нее листики махровые мягкие и капельки дождя или росы остаются на манжетке очень красиво смотрится утра когда выходишь очень красиво прям божья благодать и сами листья очень красивые резные мне очень нравится манжетка давно я хотела стоило на 410 рублей а мы поехали садовый центр хомяк в хомяке и так как она уже отцвела но будет цвести следующей весной но она все лето будет красивой вот такими листиками и она мягенько мягенько смотрите не обратная сторона вот такая красивая прям красотулечка мы ее купили за 100 рублей здесь у меня еще георгины георгины и львина зев львина зев который надо высаживать здесь мои фокси питоне до всего всего еще много здесь шпалера не шпалера вот этого стойку такой покупала потом все заставлю цветами будет красота веранду еще не убирала повешу шторки красивые все уберу покажу вам как уберу постараюсь на днях возможно завтра послезавтра буду убирать обязательно вам покажу но завтра конечно мне по планам высадить огурцы я вам с утра завтра покажу какие они у меня выросли уже большие надо рассаживать высадить перцы покажу помидоры я их высадила неделю назад покажу как они подросли за неделю я сама так не ожидала что они подрастут обязательно вам покажу как они подросли чем я мульчировала расскажу обязательно тот кто не высаживал расскажу что я добавляла но удобрение сразу говоря то что я не добавляю потому что я сторонник конечно не химической пищи не со всякими удобрениями потому что это можно купить в магазине я заводила себе огород сад до носа для души конечно сад для души для красоты огород я заводила для того чтобы кормить экологически чистыми продуктами своих детей мужа самой кушать чтобы были экологически чистые продукты поэтому химию никакой я не использую и вообще как бы не сторонник ничего добрать конечно но единственное то что конечно но навоз навоз компост это обязательно компост я свой делаю навоз мы покупаем конский хочу вот еще корове подкупить этим конечно я удобряю и скошенную траву настои делу но без всяких вот честно могу сказать без всяких удобрений даже не буду вам ничего про это рассказывать потому что сама не люблю не хочу не советую вам друзья никаких удобрений как бы ни было да когда растение заболеет это я справляюсь слава богу справляюсь биологическими препаратами как бы народными средствами никакой химии я даже не применяю даже когда у меня вредители ну как говорится что бог даст то и будет не хочу в своем саду своем огороде никакой химии но на этом уже сейчас вечер уже около 11 часов поэтому наверное я с вами буду прощаться сегодня вот такое небольшое видео про какие-то вот незначительные домашние дела может быть но хотелось вам выпустить видео чтобы вы посмотрели этого скажете про пололе куда-то просто совсем не было времени детки доучивались мы работали ну и сейчас конечно работаем но сейчас будет каждый день переехали на дачу и будем жить наслаждаться свежим воздухом дышать свежим воздухом наслаждаться природой то который нам отдает господь я вам желаю хорошей погоды всего самого наилучшего солнышко тепла хотя у нас завтра будет суббота завтра еще ничего 21 передает а вот воскресенье уже 13 градусов понедельник 12 и ночные заморозки могут быть а мы находимся в низине конечно могут быть покажу как укрываю что буду делать ну ладно это все по ходу дела это не не столь важно важно чтобы у всех было здоровья счастья любви здоровья вам с вами была ваша воля всем пока пока